Еще один способ обратиться к необходимому листу рабочей книги это использовать его кодовое имя, то есть имя листа это у нас new sheet, вот он написан вы видите, но кодовое имя это то что вы видите вот здесь до скобок, то есть new sheet в скобках это имя, а вот это лист 5 это кодовое его имя. И еще если вы откроете view и выберете properties windows, то есть окно свойств, то вы увидите вот тут name и name будет лист 5 и как мы можем обратиться к этому листу, мы так и можем написать лист 5, то есть надо полностью повторить то что вот тут написано, далее ставим точку и можем теперь написать select. Давайте вот это закомментируем и запустим, видим мы перешли на new sheet, этот способ более скажем так не подвержен багам, потому что если мы переименуем этот лист, скажем new sheet 2 назовем да, и попытаемся запустить код, то у нас будет ошибка, потому что вот этот new sheet он уже не существует, у нас есть new sheet 2, вот если же мы вот это закомментируем и теперь запустим, то сейчас код отработает, потому что вот кодовое имя листа лист 5 оно так и осталось, да и пользователь его не может изменить вот здесь, он может изменить только если войдет в режим разработчика, откроет в VBA, да и вот тут поменяет вот это имя, тут его уже можем менять как нам угодно, да, лист 6, ну лишь бы таких имен не было, на лист 5, вот и таким образом мы всегда будем обращаться к одному листу, независимо от того, какое у него имя отображается вот здесь, в самом экселе. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь.